Продолжение следует... Она сразу же возродила, она давно уже идет, дискуссию о законе о репатриации, которого у нас пока не существует, хотя он очень активно обсуждается. Собственно, как системно упростить возвращение соотечественников на родину? Почему этого до сих пор не произошло? Вот давайте об этом и поговорим, а вначале вот эти прибалтийские истории. Накануне Владимир Путин поручил правительству совместно с МИДом и Советом по правам человека подготовить предложение по репатриации соотечественников из недружественных стран, если их оттуда незаконно высылают. Срок исполнения поручения 1 июля. Днем ранее президент заявил, подобные ситуации напрямую затрагивают безопасность нашей страны. В Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. В начале этого года МВД Латвии сообщило, что депортация из страны грозит более чем тысячи российских граждан, которые не выполнили условия закона об иммиграции, в частности, не сдали тест на знания латышского. Несколько дней назад в Россию выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Коткова, запретив ему въезд в Латвию пожизненно. Рано утром пограничники ворвались в дом пожилого человека и дали ему ровно час на сборы, угрожали выломать дверь и увезти насилие. При этом в местном МВД мужчину назвали угрозой нацбезопасности. В Латвии у Коткова остались жена, дети и внуки. Я считаю, что в Латвии недавно надо допускать такие же события, повторения событий, как на Украине. Решать русский язык, не разговаривать на русском языке. Следующей в очереди на депортацию из Латвии стоит еще одна российская пенсионерка. 72-летней женщине, проживающей в городе Лиепая, грозит высылка за то, что она не набрала необходимое количество баллов на экзамене по латышскому. При этом пенсионерка, инвалид по зрению с детства, она практически не видит, но и это власти Латвии не остановило. Слабовидящая россиянка по вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо. Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание. Таких людей в скором времени может стать гораздо больше. Латвийские ведомства заявляют, пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления вида нажительства. Среди пытавших создать экзамен в возрасте от 66 до 74 лет испытания проваливали больше половины участников. У тех, кто старше, успехов еще меньше. Так, Иван Иванович, у нас как только такие прибалтийские истории подобного характера русских наших людей притесняют. У нас моментально в телеграм-каналах диванные войска говорят, что наши МИГи сядут в Риге, надо провести специальную военную операцию в Прибалтике. Сейчас на высшем уровне сказано, что мы на той недружественной территории, этим людям никак помочь не можем. Правильно ли? Это признано государством, кто хочет, возвращайтесь. Правильно ли я это толкую? Правильно. И главный вопрос, как нам помочь этим людям, это прежде всего заботой о них здесь. Вот привели пример пенсионера 41-го года, ровесник войны, который здесь оказался, его депортируют. Есть еще пример, например, гражданина Филимонова, он чуть помладше, но тоже 60 лет, который оказался здесь в гостях, а потом пытался вернуться в свою квартиру в Риге, трехкомнатная квартира, дом. 40 лет там живет он еще с советских времен. Но он на границе узнал, что его вид на жительство аннулирован. Теперь он находится здесь у друзей и ждет визу, как гражданин России, в Латвию. Получит он ее, не получит. Это все может длиться месяцами. В конечном счете, хорошо, что у него есть такие друзья. Сумно, сумно, аж за край. Сограйками шахеди, а потім почали розлітатися. Одни пішли на Житомирщину, інші йшли по межі областей Житомирська, Вінницка. Ну, як завжди, пробовали завітати в Новоконстантинію, туда десь до аэропорту. Загалом, як це виглядало на Півдні і скільки їх було? Ворог спрямував не так багато шахедів, як зазвичай вони влаштовують масовані атаки. Це було очевидно промацування системи протиповітряної оборони після певної паузи. Ми бачили, що вони спрямували дрони з тимчасово окупованого Криму через південь на північ і захід. Як ви правильно зауважили, вони приблизно такий орієнтір тримали. Як правило, в таких випадках вони намагаються розсереджувати дрони і малими цілями, такими компактними, немасованими груповими цілями по два дрончики, вони розлітаються в різних напрямках для того, щоб перевірити, як спрацює на них система протиповітряної оборони. Спрацювало дуже добре. В нашій зоні відповідальності два дрони були знищені на Одещині і Миколаївщині по одному відповідно. Далі, думаю, що допрацювали наші сусіди, наші колеги, тому що маневрування знов таки було складне, що ще раз підкреслює, що шукали, де і як спрацює протиповітряна оборона. Думаю, що дошукалися. До речі, ви кажете, вилетіли з Криму. В Криму там трошки інакша обстановка в порівнянні з попередніми днями. Там був блекаут, ми дивилися, читали їхні пабліки. Це якось вплинуло загалом на їхню активність? Оця ситуація часткового блекауту в Криму? Моя аналітика свідчить, що коли в них десь щось погано, вони потім саме з того напрямку намагаються зобразити будь-яку енергійну активність, таку нібито все гаразд створення доброї міни при поганій грі. Тому дуже часто так і буває. Як тільки там є прив'язка інформаційна до локації в Криму, що там щось сталося, вони намагаються звідти запустити, щоб показати, що все, що сталося, на них не вплинуло. Але тим не менш, можемо констатувати, що ця ночна атака була менш масована, більш стриманою, але все ж таки спрямованою на те, щоб вивідати, як спрацює система протиповітряної оборони. І це ще раз може бути передумовою до наступних більш масованих атак. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!